Всем привет дорогие братья и сестры! Вы на канале Тульский паломник и предлагаю вам очередное видео путешествие на святую гору Афон. В этой серии мы постараемся ответить на такие вопросы как изменилось ли отношение к русским на Афоне, какие монастыри принимают представители ПЦУ, какие не принимают. Почему афонские монахи терпят скорби и как мы с вами дожили до такого момента что святой Афон просит наших молитв. Ну обо всем по порядку. На Афоне я не был довольно долго с октября прошлого года когда русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. И что произошло за эти полгода на святой горе мы сейчас с вами выясним. Как всегда собралась небольшая группа паломников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Тульской области. В апреле в Греции уже довольно тепло. Полетим, помолимся. Это наш самый зрелый паломник Анатолий Иванович. Ему 75 лет. Ни разу не подвел старик. Везде терпеливо шагал, не роптал. Мы брали с него пример, в общем-то. Вот. Тут сразу немного практической информации. За час до парома идет скоростная лодка Адигитрия. Я так понимаю, что она заменила собой более мелкую лодочку Агия София. И билет на нее стоит всего лишь 10 евро. На сравнение на парома стоит 7 евро. Но плывет эта лодка как настоящий скоростной катер. И в течение 40 минут вы уже на святой горе. Первый наш пункт это монастырь святых архангелов Дахиар, в котором, как вы помните, как раз в октябре прошлого года, когда я там находился, пошел ко господу Мадрид Григорий Игуми монастыря Дахиар. И сейчас там новый наместник, отец Амфилохий, который полностью поддерживает курс проводимый, который проводил Геронда Григорий. И братья там по-прежнему напряженно трудятся, молятся. Там есть много насельников с Украины. И наш первый пункт там. Сойдя на пристань, мы сразу попали на службу. Поскольку это было воскресенье, мы застали окончание литургии Василия Васильевича. Великого. Геронда Григорий похоронен прямо напротив центрального входа в обитель, где он любил сидеть в окружении своих собачек и лично встречать пребывающих паломников. Кто там бывал, обязательно вспомнит, как это здорово было. Покой Господи души усопшего, рабата его архимандрита Григория. В этом монастыре отношение к так называемой автокефальной церкви крайне отрицательное, как и при архимандрите Григории. Здесь любят и уважают блаженнейшего митрополита Ануфрия. Ну, а мы же, испив чистейшей воды в колодце святых архангелов и помолившись у чудотворной иконы Скоропослушница, отправились в следующий монастырь – Ксенофонт. В монастыре Ксенофонт всегда очень радушно относились к паломникам из России и из Украины, с Украинской Православной Церкви. Геронда Алексей, игумен монастыря, летал неоднократно и в Киев, к митрополиту Ануфрию. Приезжал он и в Россию с десницей Георгия Папидоносца. И поэтому то, что происходит в монастыре сейчас, их поддержка, новосозданная ПЦУ, очень странно и болью отзывается в моем и, думаю, что и в ваших сердцах. Поговорив там с одним знакомым монахом, говорю, спросил у него, ну, как же так? На что он мне ответил? Что Томас предполагался, естественно, не для Филарета и не для Епифания. Очень надеялись, что во главе Новой Церкви станет представитель канонической, Украинской Православной Церкви. И задал мне такой вопрос, ну, почему же митрополит Ануфрий со своими архиереями не пришли на так называемый Объединительный Собор? Я говорю, ну, что же ты не знаешь, что Украинская Православная Церковь и не просила никакой автокефалии, не нуждалась ни в каких соборах. Секунду помолчав, этот монах пожал плечами и сказал, это испытание для всех нас, поэтому просим помолиться и о нас грешных. И вот тут, первый раз за время нашей поездки, я услышал просьбу афонского монаха помолиться о них. Это было очень удивительно. Приложившись к святыням монастыря Ксенофонт и также чудотворным иконам, мы отправились в наш русский свято-пантелеймонов монастырь. В нашем монастыре, хотя и поминают на службах патриарх Варфоломея, но обстановка совсем другая. И вот еще интересный момент. Сколько раз останавливался в Пантелеймоновом монастыре, никогда не обращал внимания на портреты патриархов, которые висят в архандарике. Вот посмотрите. Господь наш и Бог Иисус Христос смотрит прямо на тебя. Святейший патриарх Кирилл смотрит прямо на тебя. А патриарх Варфоломей глазки-то отводит. Ну, русский монастырь – это, как вы понимаете, оплот нашего монашества на Святой горе. И не зря святейший патриарх Кирилл благословил паломникам русской православной церкви причащаться именно в нашем монастыре. Кстати, вот глава апостола и евангелиста Луки очень сильно благоухает. О главе великомученика и целителя Пантелеймона нам приложиться не удалось, так как в пост расписание доступа к святыне немного изменено, и главу выносят в воскресенье. Мы же были в будний день, поэтому мы приложились только к остальным, к другим мощам, хранящимся в монастыре. Помолились и, переночевав, отправились с утра пораньше в монастырь Ватапет. Монастырь Ватапет в настоящее время – это еще одна наша боль и печаль. К сожалению, архимандрит Ефрем, хотя я уверен, что под огромным давлением, но все-таки отправился в Киев на так называемую интернизацию главы ПЦУ. Как мы знаем, там он попал в больницу и потом вылетел в Германию, где ему делали операцию на сердце. И сейчас, побеседовав с одним из монахов, он сказал, что Геронда в монастыре, никуда не выезжает, службы, конечно, совершает, но старается хоть какое-то время побольше уделять своему здоровью, что хотя он и получше, но все равно еще слаб, и так далее, и тому подобное. Но факт остается фактом. Уже делегация из этой так называемой церкви Ватапет посещала, пусть и без братьев и без паломников, но служила в отдельном маленьком храме на территории монастыря. То есть, как бы то ни было, но факт остается фактом. Хотя мы и считаем отца Ефрема по-прежнему нашим другом. Но здесь я второй раз услышал просьбу от афонского монаха помолиться о братье, об отце Ефреме и обо всем Афоне. Из практической информации для будущих паломников хотел бы сказать следующее. Доступ в монастырь теперь осуществляется по определенным часам. С 10 до 12 утра и с 2 до 15-30 часов днем. Приложившись к честному поясу Пресвятой Богородицы и чудотворным иконам, мы отправились в монастырь Пантократор. Заранее предвижу реакцию некоторых зрителей, а может быть и зрительниц. Так как монастырь Пантократор первый из обителей на Святой Горе, в котором раскольники из ПЦУ служили Божественной Литургией. Больше всего вопросов братья мне хотелось задать именно в этом монастыре, потому что за 5 лет паломничества многие из отцов этого монастыря стали братьями не только во Христе, но и на уровне чисто человеческих отношений. Не посетить этот монастырь я не мог. На секунду отвлечемся, чтобы посетить Ильинский скит. И здесь хотел бы сказать такую вещь. Много видел кошек на Святой Горе, но чтобы они с такой жадностью доедали лукум, это было впервые. Вот что значит Великий пост. Скит Ильи Пророка, хотя и относится к монастырю Пантократор, в украинском вопросе занимает нейтралитет. Это же касается и монастыря Симона Петра. И вновь немного практической информации для паломников. Доступ в монастырь Симона Петра осуществляется с 13 часов дня. Запишите. Монастырь Иверон, который мы также посетили в эту поездку, поддерживает патриарха Варфоломея, так же как и Кутлу Муж и монастырь Великая Лавра. И от себя хочу заметить тот факт, что написав письмо за месяц до поездки в монастырь Иверон, я буквально через 5 минут получил отказ в просьбе остаться там в ночлег. Раньше такого никогда не было. Причем, что то ли Великий пост, то ли еще рано, в апреле не сезон паломничества, не так много людей на Афоне вообще, и в монастыре Иверон в частности. То ли это совпадение, то ли это уже чуть изменилось отношение к русским паломникам, не знаю, судить не буду. Но вернемся в монастырь Пантократор. На мой вопрос, почему в монастыре были и служили раскольники, схиромонах ответил следующее. В монастырь пришла бумага от патриарха Варфоломея, в которой он благословлял принять делегацию, разместить и так далее, и так далее. Игумен монастыря оказывает послушание патриарху, я, как монах, оказываю послушание своему Игумену. И моя совесть, как монаха, чиста, потому что при постриге я давал обет послушания, и я его исполнил. Когда на суде Господь спросит меня, я отвечу, что я не думал, правильно ли поступает Игумену. Неправильно. Я исполнял послушание. Таков был ответ. Судить его за это не осмелюсь. Следующий момент. Патриарх Варфоломей подготовил как бы оправдательную, в кавычках, базу под свои решения и действия. И довел их до сведения подчиненных, скажем так. Поэтому я услышал такие факты, что снятие анафемы, это в истории было уже не раз и не два. То, что они приняты в общении, это тоже уже было. То есть прецеденты были ничего нового. И на мои аргументы, которые мы с вами знаем, которые приводит наша русская православная церковь, на какие-то он отвечал, на какие-то нет. Но видно его убежденность в правильности действий своего патриарха. В то же самое время, чему я был весьма удивлен, прозвучала фраза «Ну вот сейчас пройдут выборы на Украине». То есть смысл такой, что даже афонские монахи надеются, что сменится человек у власти, который эту тему всю поднял. И, возможно, без него события будут развиваться немного по-другому сценарию. Ну и у всех афонских монахов, с кем бы я не беседовал, крайне отрицательное отношение к захвату храмов Украинской Православной Церкви. Позвучало мнение, что ПЦУшники должны строить свои новые храмы, а не заниматься таким беззаконием. На вопрос о блаженнейшем митрополите Анофрии все афонские монахи отвечали, что очень его любят, уважают, считают его идеальным монахом и молитвенником, и ежедневно за него молятся, и также за всю Украинскую Православную Церковь. Как сказал мне монах в другом монастыре, в настоящий момент мы терпим скорби и просим молиться за нас. Я услышал мысль о том, что вот эта ситуация, привнесенная извне на Афон, абсолютно никому не нравится. Задача монахов оплакивать свои грехи, молиться за весь мир, и то, что сейчас происходит на Святой Горе, это опасно и ужасно. Ну, давайте вернемся к нашим паломникам. Мой товарищ Илья знаком с ним много лет, и он к вере пришел в конце прошлого года, когда по его собственным словам уезжал на Афон крещённым атеистом, а вернулся верующим православным христианином. В эту поездку он взял с собой сына, отца, тестя и товарищей. Поэтому они украинским вопросом себе голову не забивали, скажем так, потому что Афон это все-таки в первую очередь это святыни, это чудотворные иконы, мощи святых угодников Божьих, и что бы там ни говорили, какие бы события там ни происходили, я думаю, что Матерь Божия и в этот раз умолит своего сына Господа Бога и Спас нашего Иисуса Христа, чтобы не наказывать, а поступить, как всегда, милосердно со всеми нами грешными и в том числе и заступиться естественно за всех афонских монахов. В завершении мы посетили скит Андрея Первозванного и сербскую келью млекопитательница. Там отношение естественно только к Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, ни о каких визитах раскольников там речи быть не может. Из практической информации советую записать время посещения кельи, потому что раньше там висело другое расписание. В Андреевском скиту знакомый монах сказал такую фразу «Если десять человек говорят одному, что он не прав, а он продолжает делать то, что делает, это от дьявола, ни больше, ни меньше». Как всегда резко отрицательно к неканонической церкви относится старец Гавриил Корейский, визиты раскольников на Афон считает неправильными, неприемлемыми. Также болгарский монастырь Зогров считает данные визиты недопустимыми. Ну, про русский монастырь Великомученко Пантелеймона всем известно, когда архимандрит Евлогий, дай Бог ему здоровья и сил, не пустил ПЦУшников на территории монастыря. Также против легализации украинского раскола выступают монастыри Филофей, Каракал, Святого Павла, Есфигмен, Григориат, Ряд скитов и келей не приемлют присутствие раскольников на Святой горе. Также Протатский храм в Корее все чаще даже невзирая на расписание остается закрытым, чтобы не пустить к святыне украинских раскольников. Кельи корули категорически выступают против и ряд других. Поэтому, если вы планировали в этом году посетить Святую гору, советую паломничество не откладывать, потому что Афон все равно святое место. Матерь Божия здесь, она никуда не ушла, ее присутствие на Афоне чувствуется постоянно. Благодатные слезы из глаз продолжают течь. Так что никого не судите, помолитесь за афонских монахов и за нас грешных, за всех. Всего доброго, до новых встреч, пока! Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok